Многоквартирный 27-этажный жилой дом по улице Краснодонская, 10, построен и введен в эксплуатацию в 2017 году и находится в управлении жилищного кооператива. Проживает здесь полторы тысячи жителей. Жители все сплоченные, дружные, живем коллективно. Есть общий интерес, общие взгляды. Проводим различные массовые мероприятия, то масленицу, такой праздник, Новый год, детские праздники. Председатель жилищного кооператива говорит, что очень многое зависит от старших по домам. В этом доме активные жители. Им не безразлично, что происходит, всегда находят взаимопонимание. Когда жильцы определяют, что нужно отремонтировать в первую очередь, они всегда советуются. В нашем доме были сделаны и конструкции подъездов. Были инициированы жителями, так как были входные группы маленькие от застройщиков. Переговоры вели несколько месяцев, застройщик услышал нас, и нам сделали полноценную новые входные группы без вложения от жителей ни рубля. Сами жители работы мастеров довольны на 100%. Они постарались на совесть. Сделали все качественно и оперативно. Выложили напольную плитку, покрасили в яркие цвета стены, установили новые тамбурные двери и почтовые ящики. И светильники в холле. Стало уютнее и просторнее. По-моему, сделали достаточно хорошо. Здесь полы были очень скользкие, полностью все заменили. Стены заменились, стало просторно. Красота. В общем-то, мне нравится. Безусловно, управлять таким домом непросто. По словам управляющей домом Ольги Каштановой, главное в работе любой обслуживающей компании – наличие команды и ее способность совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся условиям работы. Образцовой компанию делают люди, которые в ней работают. Это и есть главный источник успеха. Мы-то контактируем не с квадратными метрами, да, не собственно с квартирами, а именно с жителями. И от них вот идет уже и сходит и общение, и пожелания. У нас в обслуживающей компании есть аварийно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. Пожалуйста, каждый житель, если у него там возникает какая-то аварийная ситуация, там засор, протечка, залитие, вот, он звонит в этого аварийно-диспетчерскую службу, приходит дежурный слесарь или электрик, кому нужно, или, допустим, с пожарной автоматикой какие-то вопросы. Все службы работают и взаимодействуют, ну, своевременно. Ну, имея, естественно, днем и ночью звонки, круглосуточно. Сейчас жители выступили с инициативой установить на входных группах умные домофоны. По их словам, это дополнительный уровень безопасности, в том числе и сохранность общедомового имущества. Елена Чернявская, Константин Головин. События.